Мир не без добрых людей. Известно, что людьми нас делает умение сострадать и объединяться вместе в трудные моменты. Сегодня наша помощь нужна годовалым близняшкам Роме и Ване Пузановым. В столь хрупком возрасте они вынуждены бороться с серьезными заболеваниями, которые, если не вылечить сейчас, дадут осложнение на всю жизнь. У родителей мальчишек одна надежда на чудо, которое мы можем совершить все вместе. Тики-тики-тики-тики! Тики-тики-тики! Степушка, как называют его дома, беззаботно играет с бабушкой. Он еще не понимает, где мама с папой, а также два родных его брата, с которыми он появился на свет в один день. Тройняшки Пузановы родились 7 октября прошлого года. Тогда за них радовалась вся Караганда. Мальчики родились недоношенными на сроке 28 недель. Месяц в реанимации сразу после родов, месяцы в больницах после операции и лечения. И вот малыши оказались дома. Однако прошло немного времени, как родители малышей Лилии и Роман Пузановы стали замечать неладное. Степа уже вовсю развивался согласно своему возрасту, держал голову и переворачивался, тогда как Рома и Ваня сделать этого не могли. Весной, когда мы уже увидели, что у детей есть проблемы, Степа начал уже как бы переворачиваться и голову хорошо держать. Те двое деток у нас начали отставать. Хотя поначалу они как бы держали голову, но потом все, прекратилось и держание головы. В чем причина? В то время мы не знали причину. Я не могу вам сказать. Это сейчас мы уже можем сказать, что это были, видать, эпиприступы. Вот за счет этих эпиприступов у них вот эти вот… Детский церебральный паралич, эпилепсия и частичная атрофия зрительного нерва. Мальчикам нет и полутора лет, но уже каждый день их жизни наполнен борьбой с болезнями и надеждой на шанс быть здоровыми, чтобы как можно скорее вернуться домой в Шахтинск. Сейчас Лилия и Роман Пузановы, родители тройняшек вместе с Ромой и Ваней, проходят лечение в Москве. Родители продали все, что только можно, чтобы собрать необходимую сумму. Однако лечение очень дорогостоящее и состоит из нескольких этапов и реабилитации. Собранных денег хватает только на первый курс, а впереди предстоит пройти еще и реабилитацию, стоимость которой составляет более 800 тысяч рублей только на одного мальчика. После постановки диагноза в Караганде перед нами закрыли все двери. Мы пробовали разные способы и разные методы, но с эпилепсией, к сожалению, у нас не берут деток. На что в отчаянии мы продали машину и полетели в Москву. В Москву мы прилетели в середине октября. Сразу мы начали полное обследование. Да, к сожалению, наш диагноз подтвердился. Нам поставили эпилепсию, синдром Веста. Но это не приговор. Есть большие шансы, если мы это будем проходить в комплексе с реабилитацией, у нас есть большие шансы. Чтобы малыши смогли жить настоящей детской жизнью, ни в коем случае нельзя прекращать лечение. Однако, семье Пузановых справляться все сложнее. Все деньги ушли на врачей, а впереди еще дорогостоящая реабилитация. Лилия и Роман просто хотят видеть своих детей здоровыми и больше не расставаться с семьей. А помочь им в этом можете только вы. Переслать деньги можно по реквизитам, которые вы видите на экране. Дарья Хайрдинова, Шелкар Алтенбеков, Николай Шевелев, Пятый канал.